Выбор без выбора. В Черкасской области жителей 17 сел медреформа поставила перед нелегкой задачей выбирать себе семейных врачей только из двух специалистов. Почему так вышло, выяснял Станислав Кухарчук. Маленькое село Копиеватая год назад стало частью одной большой территориальной громады из 17 населенных пунктов с центром в соседних Степанцах. О реформах жители Копиеватого не только слышали, но и активно принимают в них участие. Лариса Родомская листает местную газету. Накануне в ней напечатали перечень семейных врачей. Женщина для себя уже давно решила, с кем будет подписывать договор. Два врача из Степанцевской амбулатории разрываются между пациентами из 17 сел. Утром прием в кабинете, после обеда поход по вызовам. Семейный врач Леси Трофимчук собирается на обход. В том, что наберет необходимое количество пациентов, не сомневается. Сейчас на двоих с коллегой у них 5,5 тысяч человек. А это почти в два раза больше допустимой нормы. Мы проходили курсы по семейной медицине. Нам говорили, что в сельской местности будет 1200. А сейчас уже сделали 1800. А по факту? А по факту больше. Значально. В перечень медиков, с которыми жители сел объединенной громады могут подписывать договоры, районная больница внесла и 17 своих семейных врачей. Но в отдаленных селах медицина от этого доступнее не станет, уверен глава громады. От Канево до Копиеватого 25 километров. И врач из райцентра туда не наездится. Их минимум должен быть 5 человек на всю громаду. Потому что 5,5 тысяч населений. Я думаю, что доступна была медицина на селе. Самые лекаря, не фельдшеров, то минимум 5 человек. В Каневском центре медико-санитарной помощи. Острые проблемы с нехваткой врачей в объединенных громадах пока не видят. Говорят, будут думать о расширении штата семейных докторов после подписания договоров. Значит, будем говорить с громадой, чтобы обеспечивали житом. У нас есть специалисты на данный час, которые могли бы поехать, если будут обеспечены житом. В Степанцевской громаде уже готовы и жилье молодым врачам дать, и даже надбавки к зарплате своего бюджета выплачивать. А вот жители Копиеватого пока мечтают хотя бы фельдшера в село вернуть. В феврале она уволилась из-за низкой зарплаты. Теперь, чтобы измерить давление, людям приходится ездить за 8 километров. Степанцы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.